Что пришлось сделать Хиту Леджеру, чтобы сыграть Джокера и удостоиться премии Оскар? Есть ли в дневнике, который он вел в то время, какие-либо подсказки, связанные с его трагической смертью? Продолжайте смотреть, чтобы узнать ответы. Спустя более десяти лет после того, как Хит Леджер сыграл Джокера на большом экране в Темном рыцаре 2008 года, исполнение им этой роли стоит выше всех других образов суперзлодеев. Этот персонаж производил впечатление холодного, задумчивого и пугающе реального злодея, так как воплощение в жизнь образа клоуна Принца Преступного Мира было новым и впечатляющим. Сыграть такую леденящую душу роль было нелегко, и успех стал результатом впечатляющей самоотверженности со стороны человека, на которого была возложена эта обязанность. Хит Леджер невероятно серьезно относился к своей актерской игре и не упускал возможности проявить себя как артист. Он полностью погружался в своих персонажей, чтобы гарантировать, чтобы каждая манера, фраза и выражение лица были правильными, независимо от характера проекта. Видение Джокера режиссёром Кристофером Ноланом не стало исключением. И, как оказалось, Леджер вывел свою методологию на новый уровень, создав настоящий дневник с мыслями своего персонажа. И пускай большая часть содержания дневника – это игральные карты, вставки из комиксов и различные цитаты из Темного рыцаря, сосредоточенные на Джокере, он также содержит много дополнительных изображений и надписей. Это дает фанатам возможность заглянуть в мысли Леджера по мере того, как он всё глубже погружался в кроличью нору. Небольшая записная книжка стала почти такой же легендарной, как и сам персонаж, заставив поклонников и критиков восхвалять Леджера за его приверженность своему делу. Однако из-за зловещего характера содержания рукописи о ней сложилось немало легенд. Чтобы по-настоящему стать Джокером, Хит Леджер решил изолировать себя от остального мира на целые месяцы, запираясь в своей квартире или гостиничном номере, чтобы отточить мельчайшие детали персонажа. Во время добровольного изгнания он работал над своим дневником, не отвлекаясь на постороннее вмешательство. Он задокументировал свой мыслительный процесс, причуды персонажа и записал другую информацию, описывающую то, как он придумал большинство уже ставших знаковыми составляющих образа Джокера. В немецком документальном фильме о покойном актере под названием «Слишком молод, чтобы умереть» Хит Леджер, его отец Ким Леджер дал интервью о нестандартном характере подготовки своего сына. В то время как старший Леджер признал, что изоляция и длительное исследование образа не были чем-то новым для его сына, он описал дневник Джокера как нечто вышедшее на совершенно новый уровень. Каким бы причудливым ни казалось его содержание само по себе, две стратегии, которые Леджер использовал в связке, несомненно имели решающее значение для совершенствования его актерской игры. Дневник полон вырезок из комиксов, которые Леджер читал в одиночестве. Страницы дневника заполнены рукописными версиями диалогов Джокера из его сцен, включая известный момент, когда Джокер взорвал бомбу в больнице Готэм-Сити. В документальном фильме Ким упоминает, что когда его дети были маленькими, старшая сестра Леджера, Кейт, одевала его в форму медсестры, похожую на ту, что он носит в фильме. Когда Хит Леджер описывал свою версию персонажа журналу Empire в 2007 году, он сказал, «В итоге я попал в царство психопата, человека, совесть которого почти не проявляется по отношению к тем действиям, которые он совершает. Он просто абсолютный социопат, хладнокровный клоун-убийца» Леджер также рассказал Empire о вкладе Кристофера Нолана в персонажа. Актер сказал, «Крис дал мне полную свободу действий. И это весело, потому что нет реальных границ тому, что сказал или сделал бы Джокер. Ничто не пугает его, и всё это – большая шутка». На съемочной площадке Леджер часто импровизировал во время сцен и редко говорил Кристоферу Нолану, что именно он планировал сделать. Непредсказуемость сделала постановку его сцен намного более напряженной, чем обычно. Один из самых запоминающихся моментов в фильме, в котором Леджер импровизировал, происходит во время сцены, когда Джим Гордон, которого играет Гарри Олдман, получает повышение до комиссара полиции вскоре после поимки Джокера. Джокер в соседней тюремной камере саркастически аплодирует вместе со всеми. Среди множества, казалось бы, случайных изображений и безумных каракулей в дневнике Леджера было несколько отсылок к классическому фильму Стэнли Кубрика 1971 года, Заводной апельсин. В частности, там было несколько изображений вымышленного психопата Алекса де Ларджа. Главного героя произведения лучше всего описать как подростка-садиста, который совершает чудовищные преступления и терроризирует всех и каждого, с кем сталкивается просто ради развлечения. Напоминает вам это описание кого-нибудь. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать правильно при разработке новой адаптации Джокера – это смех персонажа. Каждый актер, сыгравший эту роль, придал ей свои уникальные черты, которые идеально подходили для конкретно этого воплощения. Леджер знал, что не может просто скопировать смех Марка Хэмилла или Джека Николсона, так как это обесценит персонажа, поэтому ему пришлось немного покопаться и создать свой собственный смех с нуля. Как подробно описано в дневнике, актер нашел свою музу в образе гиены. Гиена ассоциируется с её смехом, звуками, которые эти животные используют для выражения любого количества эмоций. Эти звуки, как правило, высокие и звучат как угрожающее хихиканье, идеально подходящее для клоуна-принца преступного мира. В дневнике Леджера была, по крайней мере, одна фотография смеющейся гиены. Скорее всего, это отсылка к заинтересованности актера в использовании смеха этих животных в качестве отправной точки для создания своего образа. Учитывая конечный результат, сходство между двумя вокальными реализациями смеха довольно поразительно. 22 января 2008 года Хит Леджер трагически скончался в возрасте 28 лет из-за остановки сердца. По словам судмедэксперта, смерть наступила в результате передозировки отпускаемых по рецепту лекарств, что и вызвало сердечный приступ. Ни для кого не секрет, что Леджер пошел на крайние меры, чтобы войти в роль. Но способствовало ли это его безвременной смерти? В конце концов, последняя запись состояла всего из двух слов – пока-пока. Итак, были ли обоснованные утверждения о том, что Джокер довел Леджера до крайности? Проще говоря, несмотря на загадочный характер дневника и преданность роли Джокера, смерть Леджера не была прямым следствием подготовки к съемкам. Проблемы со злоупотреблением лекарствами не были чем-то новым для актера, и его дебют во вселенной DC не погрузил его в депрессию. Его сестра Кейт Леджер рассказала журналистам на кинофестивале Трайбека 2017 года об отношении своего брата к этой роли. Он не был в депрессии из-за Джокера. Дневник Джокера вне контекста кажется пугающим, но он оказался ничем иным, как инструментом, с помощью которого Леджер смог достичь вершины актерской игры. Если у вас или у ваших знакомых есть проблемы с зависимостью, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия горячей линии по вопросам наркомании и алкозависимости 8 800 700 50 50.